Новый 81-й сезон «Ивановский драматический театр» открыл спектаклем по пьесе Уильяма Шекспира «Король лир». Для осуществления постановки в Иваново пригласили грузинского режиссера Зураба Сихарулидзе. Для работы с актерами ему пришлось вспомнить русский язык, на котором режиссер не общался несколько лет. В итоге работа оказалась продуктивной. Я предполагал, я знал, что я еду в профессиональный театр, русский театр, в котором я никогда не стал в спектакле, но которого я всегда знал. Так что впечатления у меня от этого театра самые-самые теплые и самые лучшие впечатления. Было приятно очень и работать, и получать удовольствие от того, что люди серьезно и любя все это делают. То, что сегодня немножко редкостью в некоторых странах бывает. Главную роль в спектакле – роль короля Лира – исполнил хорошо знакомый ивановскому зрителю заслуженный артист России Михаил Кашаев. На сцене перед нами разворачивается трагедия отца, бдительность которого усыпляют лживые речи дочерей. Скажите, дочери, кто из вас нас любит больше? Чтоб при разделе могли мы нашу щедрость проявить в прямом согласии с вашей заслугой. Трагедия Гонорелия первой говорит. Трагедия Гонорелия первой говорит. Я имел дело с большим профессионалом и талантливым человеком. По-моему, он даже запоздал с этой ролью. Он должен был играть ее намного раньше. Мог играть намного раньше. Я не говорю, что сейчас он не должен был играть. Нет, но он мог намного раньше играть эту роль, потому что это человек очень глубоких, настоящих, человеческих свойств на сцене. То, что редко бывает. Роль Корделии в спектакле исполнила молодая артистка Елизавета Дубровина. Она выпускница Новосибирского государственного театрального института и поступила на службу в наш театр совсем недавно. Корделия – это первая серьезная роль артистки в Иванове. Я никогда не думала, что я сыграю Корделию. Я всегда мечтала сыграть Катерину. Катерину сыграла в институте. То, что дали Корделию, это было очень неожиданно. Шутовской колпак артист Алексей Втулов примерил на себя впервые. Самое сложное, по его мнению, шутить сквозь слезы. А чтобы просто рассмешить публику, надо всего лишь добавить немного неадекватного поведения. Он это мастерски демонстрирует на сцене, периодически распевая песенки и подтрунивая над лиром. Согрел кукушку воробей, бездомного пирца. О своем герое Алексей Втулов отзывается резко. Сволочь, честно. Он любит короля, но он сволочь. Он постоянно подтрунивает его. И у шута тоже есть такая маленькая трагедия. Он все понимает, все видит, но ничего не может изменить. Некоторые актеры в спектакле исполняют сразу две роли. Например, Михаил Богданов – это и король французский, и Эдгар. А Александр Ширкунов – король бургундский и слуга Освальд. Такое нередко было в театре Уильяма Шекспира «Глобус». Режиссер решил последовать этой традиции. Тем более, что постановка состоялась в год, когда отмечается 450 лет со дня рождения великого драматурга.